здравствуйте дорогие друзья сегодня хотел бы обсудить с вами что нам делать с остатками сырья от гриба чаги по латыни no notus oblicus после того как мы либо настояли ее по рецепту доктора масляника в течение двух суток на теплой воде либо отварили несколько раз я среднем отварю от 5 до 15 минут и вот мы уже вот сырье которое мы я лично отварил некоторые люди настаивают как я говорил если нужно скажем противоопухолевый рецепт случае если же мы используем противовирусные свойства чаги то отвариваем лично я пью чагу для силы чтобы были силы лазать за ней чтобы силы были тренироваться чтобы силы были преподавать детям робототехнику уроки информатики я в гимназии преподаю и сегодня я хотел вам сказать что делать вот с этим сырьем ну сначала как говорится выпьем немного чаги у меня на сайте появилась возможность заказать чагу свежую из карелии сейчас как раз недавно собрал достаточно большое количество и рад буду вам отправить пью чагу я посыпаю лавандой запах иногда я отвариваю лаванду вместе с чагой вообще лаванда тоже одно из таких моих наиболее любимых растений поскольку она обладает мощным бактерицидными свойствами успокаивать не одну систему но при этом не уменьшает работоспособность не вызывает сильную сомневость и великолепный запах который поднимает настроение великолепная чага получилась наша карельская с лавандой вот так вот ну что силы появились покажу вам одно упражнение которое очень люблю делать поскольку она развивает и силу рук и одновременно пресс и на ноги на бедра так берем штангу ложимся вот такое вот упражнение одновременно делаем велосипед и поднимаем штангу можно еще вот так сделаем несколько приседаний а теперь я покажу вам что же делать с остатками сырья чаги и так если у вас есть огород вот сейчас настояет сезон клубники мы берем и обкладываем клубничку чага также можно обложить любое растение и дальше во время полива тут надо учесть что чаги содержится гуминоподобные вещества про гуминоподобные вещества я вам как-нибудь расскажу вы также можете почитать в интернете именно благодаря гуминоподобным веществам чага является сильным лекарственным и лечащим средством и вот мы сейчас будем насущать будущие ягоды гуминоподобными веществами поливаем нашу клубничку водичка проникает чагу достает остатки веществ и они уходят корням растения и так чага является остатки сырья гриба чага являются прекрасным удобрением то же самое можно делать и с цветами но лучше всего с плодовыми растениями которые в будущем дадут вам плоды насыщенные остатками полифенолоксикарбонового комплекса который содержится в чаге и гуминоподобными веществами также например вот я сделал у меня сейчас расцветает слива вот такая вот красавица также вот под корни сливы добавляем чагу других плодовых деревьев и будет у вас прекрасный урожай без всяких химических вредных удобрений она наша от нашей родной матушки березы который дарит нам полезное удобрение на счастье будем выращивать урожай всего вам доброго дорогие друзья